Ну и переходим во второй период разговора с Артуром Кулдой, хоккеистом сборной Латвии, говорим о предстоящем чемпионате мира, который уже ожидается, его старт в пятницу. Да, мы как поняли, вы сейчас заточены в гостиничный номер, но все-таки чем вы занимаетесь? Вы там тренируете, вы отдыхаете, вы смотрите фильмы, как проходят эти два дня? Очень хорошо, что у нас есть командный лаунж, где можем поиграть в настольный теннис, есть Ноуз и некоторые другие игры. А так, в основном все смотрят сериалы или смотрят фильмы. Опять же, некоторые приехали с своими PlayStation и Xbox, так что есть чем заняться в свободное время. А на PlayStation играете в хоккей? У меня его нету, но я думаю, что хоккея хватает и так, поэтому я думаю, что игроки играют в другие какие-то компьютерные игры. Давайте уже поговорим о серьезных играх, о серьезной игре, которая ожидается в пятницу, сборная Канады. Вот Владимир Иванов уже сказал, что для Латвии это в общем-то неплохо, что первый соперник канадцы, ну в первом матче они могут и не разобраться, а в чем вообще и дело. Вот как ты считаешь, насколько это хорошо или плохо, что первый соперник мега-мега грозный? Я тоже считаю, что хорошо, что мы начинаем чемпионат именно с игры против Канады. Для большинства из их игроков это будет, наверное, первый опыт игры на большой европейской поляне. Так что мы можем, надеюсь, мы сможем удивить сборную Канады и сможем добыть несколько очков. И надеемся выиграть. Ну, я более чем уверен, что нынешняя сборная Латвии не повторит результат матча Чемпионата мира 2006 года с канадцами, когда мы уступили той команде со счетом 0-11. Сегодня совершенно другая ситуация. Артур, главный тренер сборной Латвии Боб Хартл, он хорошо знает не только канадцев, но и мировой хоккей. Перед вами поставлена конкретная задача. На что вы нацеливаетесь? Семь матчей группового этапа, а там наверняка и плей-офф, тем более, что мы играем дома. Основная цель – выигрывать каждый матч. Так что глобальные цели, конечно, мы все здесь играем для того, чтобы выиграть Чемпионат мира. Но начать мы должны просто с побед и выхода в четвертьфинал. Дальше уже там одна игра, и ты можешь уже оказаться в полуфинале. Все будет зависеть от нас. Артур, а вообще чувствуется ли ощущение какого-то большого спортивного праздника? Ведь нету болельщиков, нету фанатов. Город, в общем-то, пустой. Хотя в любой другой год тут бы просто сумасшествие творилось бы на улицах. К сожалению, да. Ощущения на Чемпионатах мира, когда есть болельщики, естественно, немного другие. Ты видишь толпы болельщиков, ты видишь заполненные рестораны, террасы, кафе, палатки, где можно посмотреть матчи. Конечно, жалко, что ничего этого в этом году нету, но надеюсь, что мы сможем провести хороший Чемпионат мира. И наша сборная сумеет выиграть самое высокое место в истории Чемпионатов мира. Артур, ты опытный защитник, и для тебя это не первый Чемпионат мира. Но ты все-таки нервничаешь перед стартом этого турнира или нет? Не нервничаю, честно. Сейчас? Мы профессионалы, мы должны выходить и выигрывать. Ну, а это хорошо, когда спортсмен не нервничает, потому что, как мне кажется, для некоторых спортсменов очень даже хорошо немного нервничать без перебора. То есть ты мобилизуешь все свои силы таким образом и подходишь мобилизованным, собранным к матчу. Или нет? Или у каждого своя тактика? В принципе, мы все мобилизованы, мы все собраны, мы знаем, что делать. У нас есть тренерский штаб, который помогает, указывает на ошибки, указывает на слабости соперника. Так что, в принципе, нужно просто выйти и выполнить свою работу. И тогда у нас будут победы и хороший результат. Артур, хочется пожелать нашей команде, конечно, побед, много побед, чтобы игра в большинстве у нас была отменная. Это очень многое решает. И чтобы Артур Кулда, защитник сборной Латвии, забросил несколько шайб. Я знаю, что у Артура мощный бросок и никакие канадцы ему не указали. Ну все, Сару и Латвия, хочется сказать, конечно же. Спасибо. Конечно.